Я начинаю этот влог с очень необычного места, я в аэропорту, вот Лиза, она сказала ее не показывать, мы улетаем, мы улетаем наконец-то в Чехию и летим мы через Баку, здесь огромная очередь, мне кажется, мы здесь стоим уже минут 20, медленно сдвигается очередь, надо закладывать минут 40 на очередь минимум, чтобы успеть и не в попухах все это делать, вот, поэтому, если вы летите, то выезжайте в аэропорт заранее, чтобы все успеть. Паршрут такой, мы сначала в Баку, потом в Прагу, вот, у нас 3 часа пересадки, к слову говоря, Лиза переезжает, поэтому у нее здесь дофиге еще просто чемоданов, у меня скромненько 1 на 10 килограмм, не позавидую такой тащить. Мы прошли все пункты контроля, мы здесь уже сидим, здесь очень-очень много людей. Фух, ребят, мы приземлились в Баку, было страшно, честно скажу, мне было страшно летать как обычно, но я справилась, сейчас у нас 3-х часовая пересадка, и дальше, дальше мы едем в Прагу. Я еле как, если честно, перенесла эти 3 часа, и я... еще придется 4 часа терпеть, разговаривать со мной. Yes, yes. Я готова. Ты готова, все. Я надеюсь, что я смогу просто заснуть и не мучиться, потому что валерьянку я приняла, но она так, типа, больше, мне кажется, наш эффект плацеба создала. Мне, кстати, нравится аэропорт здесь, мне кажется, он современный. Я бы, если честно, вернулась в Баку, посмотреть город, потому что его вообще хвалят, говорят, что здесь очень красиво, и море есть, и, может быть, в следующий раз как-нибудь я вернусь, уже прям посмотреть город. Ты, кстати, хочешь спать? Не очень, потому что я спала. Я тоже. Я нет, я не спала в самолете, я вот разговаривала. Вы как поели, меня вырубило. Я даже, я не ела в самолете, потому что у меня был стресс. Кстати, посмотрите, как выглядит аэропорт Баку, мне кажется, очень похоже на Шереметьево, и очень все такое, даже современное. Согласна? Да. Я прям считаю, здесь красиво. Как у нас последний перелет, мы уже с малюция, я пытаюсь. Все, мы прилетели, сейчас будем проходить паспортный контроль. Все, желаем удачи. Нас пропустили. Твои эмоции. На самом деле это было гораздо проще, чем мы стали в чатах. Мы зря волновались, нам задали буквально два вопросика еще, и просто поставили решать и пропустили. Лиза встретила своего мужа, и мы сейчас поедем на автобусе. Смотрите, какой туман сильный, мы садились, кстати, в тумане. Смотрите, здесь растут помидорки около дома, жилоба. В общем, я приехала домой к Лизиному мужу, потому что он здесь живет, а у меня отель, он только с трех дня. Сейчас 9 утра или 10 утра, и я решила здесь пока что посидеть, подождать, пока будет заезд в мой номер. Вот так вот, оцените, насколько здесь минималистичная квартира. Лиз, как тебе новая европейская жизнь? Отлично. Ты чувствуешь запах свободы? Да. Нет, пока нет. Пока нет, мы только заселились. Кстати, здесь вообще не работает батарея, потому что, ну как бы вы знаете, да, газик не особо имеется. Вот, и какие еще ограничения по поводу воды? Просто нужно стараться меньше тратить, потому что она очень дорогая. И нагревать, да, ее нужно только... Учу Лизу укладываться дайсену. Саша принес нам с работы изисканное блюдо в виде шницеля. Так, будем пробовать настоящий чешский шницель. Вкусненько. На самом деле я очень рада, что сейчас теплеет, потому что немного прохладно в доме. Что, не холодно? Нет, я же посмотри. Я тоже, она мне что-то холодновато. Ну вот, я надеюсь, сейчас все прогреется и будет тепло. Сейчас мы ходим есть. Так, я уже поднимаюсь в свой номер, наконец-таки. Я добралась, я уже в отеле. Я очень хочу спать, хочу в душ, вот это все помыться и так далее. Как нормальный человек. И сейчас мы посмотрим мой номер. Итак, рам-тур. Я решила взять что-то максимально аутентичное чешское. На удивление, практически все отели были примерно в такой стилистике. Я решила, что, ну как бы ладно, если здесь такой стилечек, то надо его им наслаждаться. Мне больше всего, конечно же, не терпится сюда плюхнуться. Наконец-таки. О, кайф. В общем, я вышла из отеля. Я сейчас иду покупать сим-карту, обменивать деньги. И, в общем, всякие такие вот делишки организационные. Типа купить адаптер для моей зарядки, потому что розетки здесь мне не подходят. Я вот прям в центре живу. В Праге один район называется. Это самый центр. Я специально взяла этот район, чтобы далеко не уходить. Тем более, на крайний жить не хотелось бы. Ну и Прага один, Джор. Здесь все достопримечательности супер близко, например. Достопримечательности прямо рядом с моим отелем. Не терпится купить уже сим-карту, чтобы нормальным интернетом в режиме онлайн публиковать все свои сторисы, как я это люблю делать, и быть как нормальный человек. Погода очень классная, атмосфера очень классная. Мне уже нравится Прага первые пять секунд. Здесь на шесть дней примерно, или даже на пять с половиной. Я думаю, я здесь успею много чего посмотреть. Тем более, что я немного недооценивала Прагу. Я думала, здесь будет скучно, и мало что есть. Но на самом деле я просто открыла карту, посмотреть, что вообще здесь есть. И здесь так много всяких достопримечательностей. Очень круто будет Карловы бары съездить мне посоветовали, поэтому планов очень много. Я даже боюсь не успеть. Смотрите, какая красота. Это просто... Как я жалею, что я в Париже не снимала влог. Мне не представляется. На самом деле я очень рада, что я уехала. Я на секунду сомневалась и даже в последний момент купила билет. Реально здесь так спокойно себя ощущаешь. Как будто бы, знаете, ничего нет. Как будто бы это так очень далеко от себя. И мне нравится. Мне нравится вот это ощущение спокойствия. Кстати, еще объясню, почему это отличный выбор. Потому что всегда в путешествиях я что-то понимаю. Я начинаю что-то понимать. Я начинаю, у меня что-то переселкивает в голове. И я вижу те вещи, на которые я раньше не обращала внимания. И какой-то запрос, типа, что мне дальше делать, как дальше развиваться. Или какие-то такие спорные моменты. Я нахожу на них ответ. То, что когда ты в этом находишься. И ты живешь в привычной обстановке, как обычно живешь. Ты как-то такой, типа, в комфортной зоне. А когда ты уезжаешь, ты начинаешь что-то как будто бы со стороны свысока видеть. И что-то всегда переключается. Какой-то новый опыт, да, ты получаешь. Новые люди тебя окружают. И это все в комплексе делает какие-то, создаёт изменения в твоей жизни. И у меня запрос на эту поездку примерно такой же, как и был в прошлой поездке. Когда я ездила во Францию, у меня был запрос на то, что мне делать дальше. И я тогда была в неком таком легком кризисе. Я не понимала, куда мне дальше двигаться, чем мне заниматься. И мне это помогло именно после поездки. Я начала понимать, машина, я начала понимать, что мне нужно. И это реально работает. На эту поездку у меня примерно подобный запрос. Мне хочется понимать какие-то более глобальные вещи. Типа, что сферу, где я хочу дальше развиваться, я поняла. Теперь я хочу понять свои какие-то такие ключевые действия, которые меня могут привести к цели. Цель я уже поняла, да, с прошлой поездки. Теперь же как к этой цели прийти быстро мне конкретно? Это запрос на эту поездку. И проверим, сработала ли эта поездка. Потому что поездка будет долгой, примерно на три недели. И, в общем, вы об этом всё узнаете. Я обязательно расскажу, отчитаюсь. В общем, я пришла в Сефару, чтобы взять себе трейл-набор для волос. Здесь Мараканойл. Это брон, которым я всегда пользуюсь. Но я не хотела брать большие банки. Поэтому куплю здесь. Здесь как раз-таки есть и шампунь, и кондиционер, и масло, и маска для волос. В общем, всё, чем я пользуюсь. Просто мини-набор. И вот где-то стоит 3300 рублей. Ещё я взяла жиду. Это маска для волос. Давно хотела попробовать, но в России они никогда не продавались. Здесь как раз-таки я взяла попробовать. И, в общем, это cleanser for face. Умывалка для лица. Я не знаю, нормальный этот френд или нет. Надеюсь, нормальный. И я взяла себе мак. Вот он у меня на губах. У меня был подобный Bobby Brown. Но мне лень оставать Bobby Brown здесь. На карте я его не смогла найти. В другом центре его нет. Поэтому я нашла в мак. Нашла подобный оттенок. Оттенок называется, кстати, thank you, it's much. Всем доброе утро в Чехии. Это уже второй денёчек. Я работаю. Сегодня у меня рабочий день. Это значит где-то до двух дня. У меня сегодня насыщенный рабочий день. До двух дня я сижу, работаю. У меня будет сессия с наставляемой. И потом уже сессия для меня от пиар-специалиста. Вот будем проверять моё домашнее задание. План действий на дальнейшую неделю. И всё в этом ключе. А потом мы будем гулять по Праге, по туристическим. Самым туристическим местам, которые прям масс просто посетить. Которые нам привезёт Саша. Это Лизин муж. Он здесь местный. Я доверяю местным. Вот прям обожаю с местными гулять. И всегда в каких-то городах, в которых я была с местными, это были лучшие путешествия. Потому что они знают точно, куда надо идти, куда не надо идти. Ты не тратишь на это время. Меньше ошибаешься. И узнаёшь те места, про которые бы сам никогда не узнал. И, может быть, просто не заметил их. Боже, сегодня такая классная погода. Там лето, которого не было в Москве. И просто такой кайф гулять по солнечной Праге. Так тепло. Я сегодня в кожанке, в пижамных штанах. Примерно так одета. Кайф. Ребята меня ждут на другой части города, через мост. Я решила, что дойду пешком. Потому что я просто так живу в центре, что ли. Плюс это будет прогулочка. Полчасика для здоровья. Отлично. В Москве столько не хожу. Поэтому нужно пользоваться случаем. и активничать. Ухудею заодно. Потому что я в Москве со своим образом жизни всегда набираю вес. На доставочку. На таксишечке. На вот этом всём. А здесь хоть подвигаюсь. Вы не представляете, какой здесь запах тордельников стоит. Я просто хочу. Это цель моего дня. Сесть тордельник. Супер какой-нибудь жирный. Такой вкусный. Прям очень хочу. Очень хочу. Очень хочу. Очень хочу. Вау. Я сейчас прохожу Карлов мост. Это такие классные ощущения здесь. Так уфит жизнь. Так много людей. Это прекрасно. Я хочу. Очень круто. Вау. Вы бы знали, как здесь очень красиво. Я даже, вот я сколько не устану повторять, я ожидала. Меньше в Адраге. А мне очень нравится. Даже больше энергетически. Насколько здесь круто. Меня уже ожидают. Как тебе? Шикарно. Я тоже считаю это прекрасно. И пиласик на фоне. Мы идем к тайному проходу. Куда мы идем? Не знаю. Где-то в боку, короче. Что за строение? Что за достопримечательность? Просто град. Ага. Там была огромная очередь. И мы решили обойти. Тайным ходом. Который, который мало кто знает. Я иду смеюсь, думаю о Эйфелево башне. Это реально маленькая версия Эйфелевой башни, которая была построена примерно в это же время. Вы представляете? Итак, мы прошли тот самый проход до достопримечательности. Мы договорились. Ну, точнее, Таша договорился с полицейским. Нас пропустили. Даже не проверяли. И вот мы такой трепиночкой идем до главной достопримечательности, куда огромная очередь. Вау. Вот это уже очень красиво. Ничего особенного, просто гуляем по кладбищу. Мы пришли выпить пивасика. Я взяла ситр себе. Мы сидим вот так вот на набережной. В таком-то толщином месте. А это маринованный камамр, да? А это сверху что такое? Это лук? Пробую. Нормально. Там начиночка. Я взяла суваки. Это традиционная булочка такая, так скажем, с чем-то, с наполнением. Сейчас я буду ее пробовать. О-ля-ля. Аккуратно, он очень течет, да. Прикольно, да. Это типа вареное тесто, но оно в панировке. Оно, да. Оно как-то вареное, но как бы... Вот что, да? Нет? Нет, обошлось. Всем доброе утро. Я сегодня встречаюсь со своей подписчицей. Она мне написала, пригласила встретиться, погулять. Я только рада, потому что я здесь ничего не знаю. И я не смогла найти никаких прикольных, типа инстаграмных мест. И она как раз мне с этим помогла, подсказала. И даже, может быть, сегодня удастся какие-то фотографии поделать, потому что мне некому здесь фотографировать. Это большая боль одиночного путешествия, потому что никто не может нормально сфотографировать. А в день я вообще уже нанимаю себе фотографа еще. Сложно поступать иностранцам, вот кто сюда приезжает, русским, например? Я поступала 4 года назад, когда это было намного-намного легче. Я еще из Казахстана, поэтому мне было очень легко. Я переехала в 15 лет. Хорошо говоришь по Кеште? За 4 года, да. Я буду сдавать экзамен, как и все обычные чехи. У тебя С2, наверное, уже? Я не знаю. Знаешь, какой? Мы пришли... Мишак, да, называется? Мишак. Мишак. Я планирую попробовать все это. Мне кажется, здесь очень атмосферненько. Я не смогла выбрать один десерт, поэтому мы взяли все. Смотрите, как мило. Они принесли американо, фильтр, точнее, в такой штучке. Мы здесь обсуждаем местную кухню, так как здесь очень много всего сладкого, жирного. И мне попался тикток про то, что девушка, которая переехала, была худенькая, стройная, стала через 6 месяцев такой помпушечкой, на 10 килограмм поправилась. Вот что ты скажешь насчет этого? Я купилась на 6. На 6 килограмм? За меньше, чем сколько? В общем, вот. Местик за 6-7. Офигеть. А что ты ела? Во-первых, у меня в городе никогда не было Макдональдс. Я куплю, и я сразу кидаю. Вау, как красивый фон такой здесь. Это как крем такой. Купец сладко. Пробуем следующий десертик. Это типа как слоеная штучка какая-то. Все, мы обделись сладкого. Теперь захотелось нормальной еды. Проснулся аппетит, и мы идем в бонетерию, да? Да. Похоже на табы, только это говорят вкуснее. Так, я взяла себе поесть. Здесь картошечка и маленький такой бутербродик. Ммм. Это, кстати, очень вкусно. Придется много ходить. Так, мы пришли на Парижская площадь. Вот так вот она называется. Здесь всякие бутики. Они уже начались. Вот будем смотреть, что здесь есть. На самом деле, я скажу так, что бренды здесь пустуют по сравнению с Парижем, например, потому что обычно там очереди были везде. А здесь так не особо пользуются спросом бутики. Ну, вот китайцы только, как обычно. Азиаты. Все, мы закончили нашу прогулочку. Я сейчас отправляюсь в отель. У меня будет сессия с психологом. Я надеюсь, я успею. И завтра я еду в Карловый Варе. Поэтому сегодня такой был последний день по городу. Я им прониклась. Казалось, пять дней вообще недостаточно для Чехии. Надо прям вот неделю минимум. Ну что, друзья, я в Карловых Варах. Я не совсем, если честно, понимаю, что я здесь буду делать пять часов, потому что у меня автобусу в шесть вечера. Я даже не совсем понимаю, куда мне идти и что мне здесь делать. Но я думаю, пока просто буду идти за своим сердцем, смотреть город. Дальше уже примерно буду думать, в чем конкретно себя занять. На самом деле здесь типа куча всего есть. Всяких источников, всяких. Я не знаю, завод Бехеровка. Можно на паникулере подняться на гору. И в принципе много чего можно делать. Но когда ты один, немного, не знаешь, немножко теряешься. Но ничего. Здесь продаются такие кьют-кьют-кьют кружечки, чтобы пить из источника. Блин, я хочу себя какую-нибудь особенную. Вот эта розовая мне очень нравится. Я решила сейчас подняться на паникулер. И хожу и думаю о том, что на самом деле, чтобы организовать так всю жизнь, чтобы путешествовать, чтобы зарабатывать параллельно, нужно на самом деле, как бы это тупо и просто не звучало и очевидно, поставить намерение и тупо делать всё то, чтобы так организовать свою жизнь. То есть не нужны какие-то сверхзнания, не нужны какие-то сверхгениальность, чтобы иметь такую возможность. Нужно просто не выбирать, работать в офисе, если тебе это не близко. Не выбирать, работать на кого-то, если тебе это не нравится. О, боже, как это красиво. В общем, здесь на самом деле проблема выбора, да, и того. Как я могу о таких вещах рассказывать, когда здесь такая красота? Смотрите. Вау, это просто офигенно. Да, ради таких моментов на самом деле стоит жить. Вот так вот, иногда я просто не могу поверить, что я своими руками в принципе всё так организовала, что, типа, я так живу. Это моя обычная жизнь. Это не какой-то отпуск, это не какие-то там, не знаю, знаете, бывает отпуска там 2-2 недели в год. Я бы так не смогла жить, я это понимаю. Я всегда это понимала. И я это сделала, ну, типа, не в 30 лет, а в 22 года, в 23 года, да. И моя молодость выпала именно на этот период, когда я могу вот так вот, не знаю, набираться огромным опытом, видеть общий мир, в принципе, и при этом жить на хорошем уровне и иметь хороший уровень жизни, в принципе. Это вау, это вау. И в чём секрет? Секрет в том, чтобы просто это осознать и это просто делать. Ну что, я купила вафельку. Их традиционную. Сейчас буду подниматься на фуникулёр и пробовать её. Пахнет очень насыщенно корицей. Сейчас попробуем. Начиночка там есть, очень вкусно. На самом деле, ты в путешествии очень часто, куда ты бежишь, бежишь, посмотреть эту достопримечательность, ту достопримечательность. Но обычно ты вспоминаешь именно такие моменты, когда ты сидишь, ловишь момент, наслаждаешься этим прекрасным видом, атмосферой, людьми, запахами. Это просто самое прекрасное. Смотрите, я купила такую штучку. Я в неё буду набирать источники. Донерский отдых. Здесь люди вот сидят. Доброе утречко. Как вы поняли по видео, я вчера тусила, во вторник причём. Сегодня покидаю уже Прагу и еду в Вену. Но для начала я немного поработаю, особенно после тусовочки, которая у меня была вчера во вторник, на минуточку. Но я себя чувствую очень хорошо, несмотря на три коктейля, которые я вчера выпила. I feel good. Сюда я вот пойду как раз-таки вот эту кофейню поработаю с наставляемой. Уже отправляюсь в Вену. Боже, я там такой отель сняла. Такой отель сняла. Это надо будет просто вам увидеть. И это so cute. Это so cute. Вот так вот. Надеюсь, там будет Wi-Fi. Я смогу нормально видеть, а ноутбук зла. пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok